Детский сад Это был очень большой садик, очень хороший садик. Туда ходила моя сестренка. Хороший сад был. У меня старшая дочь ходила туда. И вообще уютно, чистота, порядок все было. А все разрушено, ничего не осталось. Одни стены. Детсад построили под ключ. Большой музыкальный зал, четыре группы со спальнями, уличные веранды, современная столовая с новым оборудованием, детская мебель, игрушки. Все было куплено на государственные деньги. Но жизнь садика была недолгой. Через десятилетия он уже перестал функционировать. В 95-96 годах в садике работала всего одна группа. Совхоз разваливался и молодые семьи теряли работу. Поэтому платить за обучение просто было нечем. Сельсовет принял решение закрыть детсад до лучших времен и поставил сюда охранника. Уберечь современный по тем временам детсад не удалось. Сторожам зарплату платить перестали, поэтому здание редко находилось под присмотром. Сюда то и дело пробегали местные ребятишки, чтобы поиграть. Однажды они разбили самое большое окно. И тогда местная власть решила, что лучше распродать имущество детсада по частям, пока его не разворовали. Сельсовет начал выдавать все, что было в садике под зарплату бюджетникам. Живых денег в селе тогда вообще не было. Сперва продали мебель. Отдали именно в больницу, в школу передали, даже в ДК что-то отдали. И остальное распродали. Вплоть до того, что разбирались веранды, выдирался кафель, полы. Потому что здание-то еще не старое было. Все еще было пригодно, использовать еще можно было. Особой популярностью пользовались детские кроватки. К ним в комплекте шла подушка, одеяло и коврик. Женская половина села расхватала детскую мебель за пару месяцев. Вспоминать, как любимый детсад растаскивают по частям Надежде Рясик сегодня тяжело. В прошлом году на районные деньги она и еще несколько воспитателей организовали новый детсад в сельской школе. В тесноте да не в обиде. Сейчас туда ходят 40 ребятишек и 10 стоят на очереди. Но все-таки на развалины малышка все сельские смотрят с грустью и задумываются, как такое здание можно было развалить всего за несколько лет. Мария Дудник, Владимир Байкалов, Новости, Седьмой телеканал.